Инна Щеглова Какие-то индивидуальные вопросы, чтобы вы заранее их присылали, для того, чтобы подготовиться более комфортно, и мне было, и вам получить уже конкретный ответ на поставленный вопрос. Но, к сожалению, соответствующих вопросов никто не прислал. Решили меня на пресс-конференции зажать, свернуть в баранью руку. Никто зажимать не собирался, а вот получить искренние ответы, разговорить сети менеджера, чтобы пресс-конференция не превратилась в скучные доклады на заранее подготовленные вопросы, стремились, наверное, все журналисты. Например, получить подтверждение или опровержение информации о том, что Щеглова собралась идти на губернаторские выборы. Никто за мной никаких переговоров не ведет, я никаких планов таких не строю. У нас есть действующий губернатор, в команде которого я работала и продолжаю работать. В свое время Щеглова обещала, что не будет скрывать ошибки своих подчиненных, а проведет обдуманную кадровую политику. Но уже покинула свой пост Марина Забелина, заместитель начальника комитета по градостроительной политике. Та самая, что, не имея профильного образования, исполняла обязанности главного архитектора Читы. Уволился Александр Глушенко, заместитель руководителя администрации города. По нашим данным, Дамоклов меч увольнения навис над Еленой Глушенко, руководителем комитета по управлению имуществом. Но сити-менеджер уклонилась от ответа на прямой вопрос нашего корреспондента. Вы в свое время в одном интернете сказали, что не будете скрывать ошибки подчиненных. Какие ошибки у кого увидите наиболее яркие, наиболее показательные для того, чтобы изменить стиль работы администрации? Все эти ошибки, которые я озвучиваю, в том числе и на оперативных совещаниях, в своих выступлениях, они уже известны. И претензии мои, на мой взгляд, являются справедливыми, потому что не всегда предложенный механизм по решению тех или иных вопросов приводит к нужному и должному результату. Я никогда не хотела и не хочу озвучивать заранее, какие будут планироваться кадровые изменения. Щеглова беспокоит такие вопросы, как отсутствие бесконтактных терминалов для оплаты поездок в маршрутках, равно как и недостаток водителей в них. А еще субботники и грядущая уборка снега на улицах. Но занятной стала ее неожиданная позиция относительно работы главного консессионера за Байкале Станислава Неверова и строителя школы в Каштаке. На консессионера я, как руководитель администрации, повлиять никак не могу. Это может сделать только Министерство строительства и дорожного хозяйства Забайкальского края и Министерство образования. На мой взгляд, все те вопросы, которые у нас с концессиями, мне кажется, это мое абсолютно личное мнение. Я считаю, что консессионер, который сдавал нам в том числе и 55-ю школу, подошел к этому вопросу недобросовестно. Школа лично мне не нравится. С точки зрения эстетического вида, не буду даже никакие сравнения вдаваться. Внутренние характеристики тоже весьма не очень хорошие. И самое главное, что процесс ее строительства был очень сложен, потому что приходилось вручную контролировать этот процесс целому заместителю председателя правительства. Справедливости ради стоит заметить. Ранее никто из правительства или вышестоящих чиновников не решался отрицательно высказываться о любимом концессионере губернатора Осипова. Еще одна постоянная головная боль четинцев – это собаки. Как безнадзорные, так и домашние на вольном выгуле. Правительство и администрация города продолжает выделять дополнительные средства для отлова и пожизненного содержания собак. Максимально в зиму отловить, когда финансовые средства доведут, максимально отловить собак, а их, к сожалению, очень много. Деньги огромные, просто огромные для того, чтобы эту всю процедуру осуществить. Сейчас у нас в проекте бюджета стоит 2-4 миллиона. У нас на весь Забайкальский край, по-моему, в прошлом году было 30 миллионов. А в этом году у города практически чуть больше 40, только на город. Отлов собак – это бизнес. Десятки миллионов рублей ежегодно. Недавно в Дульдургинском районе завели уголовное дело на предпринимателя по статье «Мошенничество в особо крупном размере, который занимался отловом только на бумаге». Чем больше животных на улицах, тем крепче бизнес. Сама Инна Щеглова признала, что собаки на улицах – это большая проблема. Причем наибольшую головную боль причиняют ей так называемые домашние питомцы. Она выступила с инициативой организовать центр для бесплатной стерилизации собак для населения. Как будто люди, которым лень посадить на цепь своих животных, озаботятся их возможным размножением. Следующий вопрос – это частые командировки сети менеджера в Москву. Со слов Щегловой, она летает на учебу. Экзамены будут не ранее, чем в июле следующего года. Учат. Мне кажется, здесь такой достаточно интересный вопрос. Высшая школа государственного управления, об этом все сказано. То есть как раз учат управлению, это повышение квалификации. Под занавес пресс-конференции Щеглова пообещала дать интервью ЗАП-ТВ, хотя затруднилась сказать, когда, объяснив, что она пока не готова к эксклюзивной беседе с нашим СМИ, но рано или поздно это все-таки случится. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Ирина Тимофеева, Иван Корнев, ЗАП-ТВ.